Всем доброго времени суток! С вами SilentMashica, и сегодня у меня для вас новости на 5 число 7 месяца 2019 года. И начнём мы немного с необычной информации. Один из игроков на Reddit под ником BatSaucer сообщил о любопытном способе именовать конфигурации модов в вашем снаряжении. Есть некоторые кодовые слова, введя которые можно заменить те самые слова на соответствующие им внутриигровые иконки, будь то значок ТАУ, энергии или всё угодно, что вообще есть в игре. Выбор довольно широкий. Возможный перечень вы можете найти в комментариях изначённой темы реддита, или у меня в группе ВК можете тоже это дело найти. Ссылки я оставлю в описании. Правда, все эти значения не ввести из-за ограничения количества символов. Также, введя некоторые команды, можно крашнуть игру, но среди перечисленных таких команд там нету. Также, если вы беспокоитесь за бан, то за такой трюк с наименованием баны давать не будут. Робек упомянула, что до тех пор, пока проблем с таким методом не возникнет, пользоваться этим можно. Поэтому можете взять себе на вооружение. И также до Танакона осталось меньше двух дней. Шелдон, один из разрабов, пытается спойлерить без какого-либо контекста, написав «Attack of the Gs». Я не знаю, какие Gs на нас будут атаковывать, но посмотрим, когда придёт время Танакона. Также разрабы решили впервые продавать мерчендайз Танакона по онлайну. Ранее можно было покупать данные вещи, только находясь на самом мероприятии. Заказать что-то себе можно будет на следующий день после Танакона, и обработка данной заявки будет занимать до двух недель. Также некоторые вещи останутся эксклюзивными для посетителей Танакона. Но что уж тут поделать. Если хотите что-то приобрести, то заготавливайте денежку, скорее всего. И на сегодня новостей больше нету. Собственно, как и ожидалось, чем ближе Танакона, тем меньше новостей. Но в любом случае, надеюсь, что всё в порядке. Но от меня уже на сегодня точно всё. Потому всем всего, всем удачи и всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok